Здесь установка программы и, соответственно, здесь мы можем уже выбирать, задавать объем и давление. Объем углекислоты имеется? Да. У Челябинской больницы номер 8 сегодня важный день. Теперь это первое медучреждение на Южном Урале, которое будет проводить операции на сосуды при помощи углекислого газа. Раньше пациентам в сосуды вводили йодосодержащее вещество. Препарат плохо сказывался на людях с сахарным диабетом и с болезнями почек. Для этих пациентов это просто спасение. То, что мы без ввода препарата, йодосодержащего, можем делать такие исследования. Он как бы должен выводиться почками. Если почки плохо работают, то, естественно, пациентам этим нежелательно. 66-летний Владимир сегодня первопроходец. К операции готов, новых технологий не боится и врачам доверяет полностью. Говорит, главное, чтобы это помогло избавиться от боли в ногах. То, что уникальное, что я первый, да, мне вы об этом сказали. То, что я абсолютно не готов к этому. Чтобы разобраться с новыми технологиями, в клинику пригласили специалиста из Москвы. Он провел мастер-класс для южноуральских врачей. Перед вами полностью автоматически первый в России. Ну и, соответственно, в Европе он тоже, по сути дела, единственный. Как и во многих других странах. Производство итальянской компании. Называется он ангиадроид. Прибор позволяет контролировано вводить углекислоту высокой степени очищенности в артериальное, либо венозное рост. Такие операции проводят всего за 20 минут. Пациентам даже не ставят наркоз. Время на реабилитацию занимает всего один день. Поэтому количество пациентов тоже резко увеличится. Иван Абросимов, Юлия Сафронова, Роман Поротиков, 31 канал.